Дорогие друзья, у нас сегодня принимает участие не только начальник управления, но и замначальника отдела обеспечения деятельности по маркировке Мальцев Владимир Григорьевич. И это замечательно, когда к нам приходят два спикера. И мы сейчас начнем отвечать на ваши вопросы вместе. Поэтому, пожалуйста, внимательно слушайте, не стесняйтесь, и задавайте ваши вопросы как можно смелее и как можно больше. Итак, отвечают Ольга Николаевна и Владимир Григорьевич. Напомню, что потом публикация сегодняшнего мероприятия будет еще на страницах журнала «Налоговая политика и практика» в девятом и в десятом номерах. Добрый день, коллеги. Я с вашего позволения начну отвечать на те вопросы, которые я видел, задавали в чате. И первый вопрос, чем считываются марки? В принципе, Ольга Николаевна уже сказала о том, что марки можно считать тремя способами. Метку RFID, на которой записан уникальный номер кристаллика и уникальный номер товара SGTIN, можно считать при помощи RFID оборудования. Сам идентификационный номер контрольного знака можно считать стандартным считывателем штрих-кодов. И он, опять же, виден визуально, то есть его можно и визуально увидеть. И также есть в марке QR-код, который можно считать как стандартным QR-чителем, так и программами, которые разработаны специально для маркировки, для мобильных приложений Android и iOS. Следующий вопрос – описание товара. Что все-таки нужно в описании товара – декларация или сертификат соответствия? Ответ однозначный – нужна декларация соответствия. Сертификат не нужен. Да, на сайте это уже поправлено. Действительно, у нас на сайте была ошибка, у нас был указан номер декларации соответствия, при этом была дата сертификата, осталась из старого варианта. Сейчас это поправлено, и сейчас однозначно декларация соответствия. Следующий вопрос. Будут ли физические лица проверять подлинность приобретаемых товаров, которые подлежат маркировке? Ну, мы очень надеемся на то, что, конечно, они это делать будут. И мы для этого проводим информационную кампанию, мы для этого разработали мобильные приложения. Ну и, в общем, делаем все, что в наших силах для того, чтобы потребителя как-то заинтересовать и рассказать им, что он может действительно проверить и действительно узнать, подлинный ли товар он покупает. Сделать он это может максимально просто с помощью мобильного телефона. И если он пользуется нашим мобильным приложением, то он может и сообщить о нарушениях в систему. По результатам этих сообщений мы, возможно, будем какие-то контрольные мероприятия проводить. Следующий вопрос. До какого числа будет бесплатная регистрация в GS1? Ну вот, на сегодняшний день есть договоренности с национальным сегментом GS1 о том, что участие в GS1 будет бесплатно для участников пилотного проекта на весь срок действия проекта, то есть до конца 2016 года. В случае, если пилотный проект будет продлен, пока, в общем, на эту тему не общались с GS1, но, наверное, общаться будем. На сегодняшний день это до конца 2016 года. Значит, опять вопрос по поводу даты введения обязательной маркировки. В общем, уже я вам сказал два раза о том, что как только Киргизия ратифицируется и передаст по дипломатическим каналам информацию об этом, через 10 дней после этого соглашение вступит в силу и маркировка станет обязательной. Так, следующий вопрос. О том, что в GS1 невозможно описать товар, работает режим только чтения. Здесь, опять же, важно понимать, что после того, как описание опубликовано, никаких изменений в описании товара вносить нельзя, иначе все это потеряет смысл. То есть, все изменения в описании товара можно вносить только до даты публикации. Если вы посмотрите в вашей Excel табличке, которую вы отправляете при описании товара, там есть такая графа «Дата публикации описания». И вот пока эта дата не наступила, вы можете вносить изменения, находить какие-то ошибки и что-то менять. После того, как вы опубликовали, дальше никаких изменений вноситься не может. Если вы обнаружили какую-то ошибку после публикации, значит, вам придется заново описывать свой товар и получать новый номер уникальной серии товара «Джетин». Значит, по поводу того, что если у вас не виден какой-то «Джетин» в нашей системе, то есть вы заполнили, и при этом он у вас не появляется в системе, вы не можете промаркировать товар, привязать номер контрольного знака к этому «Джетину». Причина в 100% случаев одна. У вас некорректно заполнено или не заполнено какое-то из обязательных полей. Нужно обратить внимание, в этой экселевской табличке, которую вы отправляете в «Джетин». В каждом поле указано, обязательно это поле или нет. И при этом в описании к заполнению этого поля обязательно говорится, что именно в этом поле должно быть. То есть в случаях, если там бренд, у вас может его не быть, но поле это обязательное для заполнения. То есть вы должны в этой графе написать «Отсутствует». Либо там, если, ну еще в каких-то причинах, в общем, в каждом поле конкретно написано, что должно в нем быть. Это важно. Иначе, если у вас будет что-то или не будет этой информации, вы этот «Джетин» не увидите. На 100% проблема в этом, если вы не видите свой «Джетин» в нашей системе. Так, еще один вопрос. Так, ну по поводу срока проверки заявки на получение кизов, тоже уже Ольга Николаевна на этот вопрос ответила. Так, еще вопросы. Так, вот это важно. Если маркировка станет обязательной, сколько дней будет выделено на маркировку остатков? Сейчас подготовлен и внесен в правительство проект постановления о порядке, регламентирующий порядок маркировки товаров в Российской Федерации. И в этом проекте постановления предусмотрено 30 рабочих дней с даты вступления в силу соглашения. То есть после вступления в силу соглашения оборот немаркированного товара будет запрещен, но при этом на маркировку остатков, то есть все новые товары уже нужно будет маркировать сразу, но на маркировку остатков будет дано 30 рабочих дней. Так, по поводу импорта. А, вот по поводу вопроса. Если у человека есть сертификат, то теперь ему нужно срочно делать декларацию, вопросительный знак. Значит, мы не просим информацию о сертификате. Нам, в общем, по результатам обсуждения с Роспотребнадзором сертификат не интересен. Интересна именно декларация о соответствии. Если у вас по какой-то причине декларации о соответствии нет, то вы указываете, опять же, по данным Роспотребнадзора, причины могут быть только, может быть, две. Это либо получен товар от физического лица, то есть от комиссионного магазина, либо до введения обязательного декларирования товар был получен. В этих случаях вы как раз пишете «отсутствует» получено до обязательного декларирования, либо «отсутствует» получено от физического лица. Все эти фразы, которые нужно писать в случае отсутствия, они есть вот в этой экселевской таблице. Там все это есть, там есть порядок заполнения. Можно посмотреть там, и все станет понятно. Дальше вопрос. Так, более подробная информация по порядку импорта товаров. Значит, порядок импорта товаров, он действительно отличается от производства, отличается он тем, что маркировка производится как бы в два этапа. Сделано это как раз исходя из пожеланий представителей бизнеса, поскольку, в общем, как мы поняли, это упрощает немножко жизнь для бизнеса. Значит, вкратце порядок маркировки. Во-первых, до прохождения таможенных процедур импортер обязан нанести марку на товар и сообщить об информационную систему. При этом описание товаров GS1 участник к этому времени не делает, и запись SGT в марку при помощи RFID оборудования участник тоже не делает. Может сделать, но есть возможность этого не делать. При этом марка обязательно должна быть нанесена на товар и в систему сообщений об этом тоже должно быть, при этом должны быть сообщены минимальный набор характеристик, необходимый для прохождения таможенной процедуры, в том числе там вид меха. После того, как пройдены таможенные процедуры, товар ввезен в Российскую Федерацию, но предложение этого товара в продажу, импортер обязан описать товар в GS1 и вписать SGT, внести в метку. Следующий вопрос. Что делать продавцам, которые покупали товар оптом и им давали только сертификаты? Ну, в общем, что делать? Наверное, это скорее вопрос лежит в компетенции Роспотребнадзора, но... Мы уточним тогда. Да, мы этот вопрос уточним, но... Я смотрю в чате, что пишут, что обращаются к Роспотребнадзору, Роспотребнадзор послал к нам. Давайте сделаем так. Мы там буквально 5-7 дней берем на проработку вопроса и у нас обязательно там в общих ответах и вопросах на портале выложим, потому что, ну, ситуация интересная, потому что у нас совсем другая информация от официальных представителей Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. Так, значит, требуется ли инвентаризация КИС? Ну и вообще, наверное, вопрос по поводу учета КИС, поскольку это бланк строгой отчетности, как его учитывать? Значит, ответ будет таким. С соглашением предусмотрено, что контрольные идентификационные знаки являются бланками строгой отчетности, и должны учитываться в соответствии с требованиями законодательства стран-участниц проекта. При этом законодательством Российской Федерации не предусмотрен порядок учета, бланков строгой отчетности, контрольных идентификационных знаков для маркировки. При этом планам счетов предусмотрено, что бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете, то есть, в общем, учет их должен вестись. В случае, если конкретный порядок учета не определен, мы, руководствуясь положением об учетной политике, сами определяем порядок учета контрольных знаков, утверждаем его в учетной политике организации, и, в общем, учитываем его так, как удобно нам, и так, как мы утвердили, это в учетной политике. Так, еще вопросы? Нет, наверное, уже. Да, может быть, буквально там. Я тогда, наверное, еще отвечу, ну, отвечу и расскажу о дальнейших перспективах. На самом деле, самый первый вопрос, который мы увидели в чате, это вопрос, когда будет введена маркировка лекарственных препаратов. Ну, наверное, это уже, наверное, секрет Палишинеля. Есть соответствующее поручение Игоря Ивановича Шувалова, есть соответствующее поручение президента о введении системы маркировки на лекарственные препараты. И в соответствии с последним поручением Игоря Ивановича Шувалова, маркопилот, добровольный эксперимент, такой же, какой у нас сейчас идет по шубам, по маркировке лекарственных препаратов, планируется начать с 1 января 2017 года. Он будет касаться точно так же только добровольных участников, те организации и производители лекарственных препаратов, которые изъявят желание участвовать в этом эксперименте. И мы планируем, ну не мы планируем, скажем так, планируется, что он продлится полгода. И с 1 июля 2017 года будет вводиться поэтапно, очень мелкими шажками, обязательная маркировка лекарственных препаратов. И сначала это будет вводиться на 7 группах высокозатратных нозологий, это дорогие лекарства. Потом с середины 2018 года пойдет группа жизненно важных лекарственных... И, собственно говоря, к 2019 году будет определен конечный итоговый печень лекарственных препаратов, которые будут подлежать маркировке. Вот такие планы, конечно, жизнь все корректирует, все бывает, но, собственно говоря, я так понимаю, что пилотный проект, вне зависимости от... будет пролонгирован пилотный проект по шубам или нет, уже подключаются новые группы. Сейчас очень активно рассматриваются вопросы по маркировке товаров левкой промышленности в планах Минпромторга, Лекпром, обувь, в планах лесхоза маркировка ценных пород древесины, в планах с рыболовством маркировка икры и осетровых. То есть, в целом, такие перспективы достаточно обширные у проекта, но мы относимся все-таки достаточно... не то, что насторожно, но мы говорим, давайте посмотрим на результаты пилота по шубам. Еще по результатам пилота, что называется, докрутим систему, сделаем ее более юзабилити, сделаем и нормативку более... доделаем нормативно-правовую базу, и после этого, собственно говоря, пойдем расширяться. Вот такие у нас перспективы. На самом деле, первым всегда сложно, первые получают все время всегда больше тумаков, да, всегда больше эмоций, когда там какая-то испытывают первая. Поэтому я благодарна всем участникам пилотного проекта и тем, кто нас ругает, и тем, кто нас поддерживает. Это все равно нас стимулирует, и мы там вместе идем вперед. Вот. Наверное, сейчас мне уже надо закругляться, я посмотрю так на часы и на наших коллег. У нас Наталья говорила о том, что есть добрая традиция выбирать победителя. Мы... Посмотри... А, фамилию надо? Или вопрос? Кто задал вопрос и фамилию озвучить, чтобы человек послал свои данные? Кто задал вопрос? Ну, здесь на самом деле было... Я сейчас посмотрю, от одного ли они... Ха-ха-ха, от одного ли они человека? Да. Значит, победителем сегодня у нас стал Семкин Алексей Сергеевич, который задавал вопросы про сертификаты соответствия. Соответственно, да, если у человека есть сертификат, что делать, и так, соответственно, и что делать перепродавцам. Потому... Ну, мы выбрали этот вопрос, потому что, действительно, вопрос, судя по всему, проблемный, на него ответа нет. А поскольку он нас поставил в тупик, тогда приз тому, кто задал. Дорогие друзья, огромное спасибо и Ольге Николаевне, и Владимиру Григорьевичу. Я думаю, наш первый вебинар по системе маркировки товаров Российской Федерации получился на пятерку. Всех благодарю за участие, приглашаю в студию наших замечательных спикеров еще и в дальнейшем, как будет развиваться проект, будем держать руку на пульсе. Продолжение следует...